Всем добрый вечер еще раз. Давайте мы начнем заседание семинара группы ЛИИ и теории вариантов, посвященное открытым задачам разным. И первое выступление Ивана Ржанцев расскажет про разные вопросы, связанные со степенью транзитивности алгебраического многообразия. Спасибо, большое коллеги, что согласились послушать. Вот я запускаю демонстрацию экрана, надеюсь, что видно. Я постараюсь недолго уложиться. Сделал несколько слайдов. А теперь еще надо научиться эти слайды переключать. Вот вроде получается. Тематика семинара такова, что мы все в той или иной мере изучаем группы действующие на многообразии, группы симметрии, и мы хотим, чтобы эти группы на многообразиях действовали максимально активно. Тривиальное действие нас не интересует. Но и наиболее активное действие, это действие, которое транзитивно, когда многообразие однородно. Любую точку можно перевести в другую. Но, оказывается, можно требовать большего, можно требовать кратной транзитивности, два транзитивности, три транзитивности. И вот здесь я напоминаю соответствующее определение. Давайте вначале вот абстрактная группа G действует на абстрактном множестве X, и мы говорим, что это действие K-транзитивно. Если любую кашку попарно-различных точек можно перевести в любую кашку других или этих же попарно-различных точек на этом многообразии. И давайте определим такой инвариант в начале действия данной группы G на данном множестве X, степень транзитивности, как максимальное значение K, для которого наше действие K-транзитивно. На самом деле эта штука достаточно осмысленна и для конечных групп. Давайте я пару слов скажу про конечную группу, хотя, я думаю, многое знают, это классические вещи. Когда группа конечна, ну можно брать просто все перестановки на конечном множестве X и множество конечных. Но если множество из N элементов, такое действие будет, конечно, N-транзитивно. Если взять не все перестановки, а только четные подстановки, группу AN, действующую на множестве из N элементов, то тогда, поскольку мы переподставляем упорядоченные наборы, такое действие уже не будет N-транзитивным, оно будет N-2. Ну и как бы вот наука имеет право на существование, если в ней есть какие-то очень красивые факты. Вот здесь, я считаю, очень красивый факт, который еще в XIX веке в той или иной мере был отмечен Камилем Жорданом, но аккуратно доказан с использованием классификации конечных простых групп. И я даже не могу сказать точно, где написано доказательство, потому что в разных учебниках про группы перестановок этот факт упоминается, но ссылки какие-то мутные. Но, тем не менее, это, безусловно, теорема, что вот после этих двух групп, полная группа подстановок SN и группа четных подстановок AN, идет некая пропасть, и следующая возможная степень транзитивности — это пятерка. Вот есть две конкретные группы, это группа из серии групп Матье, которые действуют 5 транзитивных. Потом есть еще 2-4 транзитивные группы, это тоже группы Матье, только другие. И после этого уже идет много конечных групп, которые умеют действовать 3 транзитивные. Ну, то есть вот такие забавные результаты для конечных групп. А действует группа Матье, есть какое-то естественное ее действие? Да, она реализуется как группа подстановок, она множество, я забыл, из 23, по-моему, или нет. То есть это не просто группа, это группа подстановок, она задана сразу со своим действием. У них там огромные порядки, они явно описываются, строятся, ну, такой очень красивый... Я так понимаю, что вот доказать, что других нет — это как-то тяжело и переборно. Я вот потратил некоторое время, чтобы разобраться, но не смог разобраться в этом доказательстве. Не, ну классификация конечных простых групп сама по себе, там, она там пара тысяч страниц, по-моему, полное доказательство занимает. Вряд ли кто-то в мире полностью разобрался в доказательстве? Ну, хотелось бы понять, что это следует. Но сегодня не об этом. Сегодня все-таки хочется брать алгебрические многообразия и действовать на них. Только вот вопрос чем? Можно действовать алгебрическими группами, а можно действовать вот всей группой автомархизма. И вот я хочу поговорить про это. Поэтому меня будет интересовать еще случай, когда действие k транзитивно для любого k, то есть нет такого максимального значения k, любое k подходит. В этом случае я буду говорить, что действие бесконечно транзитивное и писать вот так, что степень транзитивности равна бесконечности. И давайте начнем со случая, когда мы действуем всей группой автомархизма, а не какой-то конкретной алгебрической группой. Например, если я действую на прямой, то группа автомархизма в прямой, как известно, это полупрямое произведение группы гомотетий, то есть одномерного тора, и группы параллельных переносов, то есть аддитивной группы нашего поля. Такая вот двумерная разрешимая связная линейно-алгебраическая группа, и ее степень транзитивности, конечно, равна двойке, потому что я там для двух данных точек первую могу параллельным переносом загнать в ноль, а вторую гомотетий я могу загнать в единицу. А если я уж фиксирую двойку и нолик, и единичку, то стабилизатор этой пары уже тривиален, и уже никакой третью точку я ничем подвинуть не могу. Это еще называют шарп, точность, что уже не просто нет третранзитивности, а стабилизатор такой пары тривиален. Если взять афинную плоскость или другими словами прямое произведение A1 на A1, то здесь уже легкое упражнение, что степень транзитивности бесконечна. Можно, фиксируя одну координату и прибавляя к другой координате многочлен от первой, делать такие сдвиги, и меняя ролями координаты, любую кашку точек перегнать в любую кашку точек. Это легкое упражнение, его, как правило, делают студенты первого курса, которые знают, что такое интерполяционный многочлен. Доказать, что вот автоморфизм на плоскости действует бесконечно, транситивно, нетрудно. Для проективной прямой любые три точки можно перегнать в любые три точки. Но тоже легко. Точка на проективной прямой – это прямая на плоскости. Вначале можно две прямые перегнать в стандартные координатные оси OX и OY, потом взять стабилизатор координатных осей, это будет группа диагональных матриц, и ей третью прямую сделать диагональю, ну а дальше уже ничего не сделаешь, уже четыре транситивности нет. Ну или можно сказать другими словами, что есть такой вариант – двойное отношение, и он разделяет четверки точек на проективной прямой относительно полной группы автоморфизм PGL2. А вот на проективной плоскости стабилизативности упадет. Опять любую пару можно перегнать в любую пару, но уже тройки бывают разные. Бывают тройки, попадающие на одну прямую, бывают тройки, не попадающие на одну прямую. Ну и это будет для P2, для P3 и так далее, для всех проективных пространств, начиная с размерности. Но там как раз группа автоморфизм филивается алгебраическими группами. Да, вот тут резкое отличие, потому что для афинной плоскости группа автоморфизм бесконечно мерная, и за счет этого мы можем иметь бесконечную транзитивность, а для полных многообразий это всегда конечномерная группа, и тут бесконечной транзитивности будет немного. А если вот тут мы перейдем к прямому произведению, будем брать не A1 на A1, а P1 на P1, то тоже оказывается, что степень транзитивности еще сильнее упадет, она будет просто равна единице. Это такая квадрика двумерная в трехмерном проективном пространстве, и вот здесь она конечно однородна, но есть только один транзитивность, два транзитивности. Ну и так забавно выглядит, то есть видите, это некий вариант многообразия, который вот принимает такие достаточно разные значения, и можно задуматься, как его посчитать для произвольного многообразия, и получится ли что-то интересное. Вот собственно рассказ про это. Но давайте вначале все-таки определим, какие многообразия мы хотим изучать. Если все-таки действие нетранзитивно, то это неинтересно, и мы будем считать, что многообразие однородное, а под однородностью мы будем понимать, что группа всех автоморфизмов действует на экстрензитивность. Мы конечно все знаем, когда так бывает. Этим многие участники семинаров уже интересуются. Это случай однородных пространств, когда у вас есть алгебраическая группа, можно считать линейная алгебраическая группа, можно считать нелинейная, и в ней есть замкнутая подгруппа, тогда хорошо известно, что на множестве левых смешных классов вводится структура, в общем случае, квазипроективного алгебраического многообразия, такая, что вот действие группы G на этом однородном пространстве левыми сдвигами, такое действие очевидно транзитивно, что оно является алгебраическим действием, то есть группа G вкладывается в группу автоморфизма в нашу многообразие. И конечно такие многообразия являются однородными. И для них можно считать степень транзитивности, но именно относительно действия данной группы G можно спрашивать, сколько транзитивно действует группа G. И это посчитано, по-моему, это была вообще первая работа КНОПа 1983 года на немецком языке, и там оказалось, что максимум это тройка, причем тройка реализуется только для P1. Есть небольшое число случаев, относительно небольшое число случаев, когда степень транзитивности двойка, и во всех остальных случаях степень транзитивности единица. То есть для однородных пространств сильно не разгуляешься. Но оказывается, что все-таки не все так грустно. Ну, конечно, каждое однородное пространство является однородным многообразием, и если мы интересуемся, как любят алгебраические геометры, только полными или компактными многообразиями, то верно и обратно, потому что есть теорема о том, что связанная компонентой единицы группы автоморфизмов полного многообразия всегда является конечномерной алгебраической группой. Не обязательно линейной, но всегда конечномерной алгебраической группой. Поэтому уж если группа автоморфизмов действует транзитивно, то и такая алгебраическая группа действует транзитивно. Тут для полных многообразий все сводится к однородным пространствам. Но вот я сегодня буду интересоваться, например, квазиофинными многообразиями, но тоже, на мой взгляд, достаточно естественный класс. И вот тут все интересно. Тут бывают достаточно много многообразий, которые однородны, но на которых никакая конечномерная группа транзитивно действовать не может. Ну вот, в качестве примера можно взять, например, торические поверхности афинные. Возьмем особые торические поверхности. Гладких-то торических многообразий афинных совсем мало. Это только прямое произведение афинных пространств на торы. А вот возьмем особые. Ну, особые, конечно, не могут быть однородными. Но если мы возьмем особую торическую афинную поверхность, у нее будет одна особая точка. Вот она такая двумерная, у нее такой клювик, одна особая точка. И если мы эту точку выкинем, то окажется, что вот на дополнении группа автоморфизмов действует транзитивно. Ну, это, например, доказали в нашей работе с Михаилом Григорьевичем Зайденбергом и Кариной Коинжи-Ян еще в далеком 2012 году. Но из таких гладких квазиафинных многообразий однородных относительно алгебраических групп, то есть однородных пространств, совсем мало. Еще в начале 70-х годов люди классифицировали афинные поверхности, на которых конечномерные группы умеют действовать так, что дополнение до открытой орбиты, конечный набор точек. Это совсем короткие списки. То есть почти все вот такие гладкие точки на особых афинных поверхностях являются однородными пространствами, однородными многообразиями, но не однородными пространствами. Ну и вот можно доказать на самом деле, что все гладкие квазиафинные афинные афинные многообразия однородны. Как я уже говорил, для афинных это достаточно тривиально, потому что это произведение афинных пространств на Торе, там и так ясно, что они однородны. А вот для квазиафинных это такой богатый класс. И вот было бы интересно считать для них, чему равна степень транзитивности. Но, к сожалению, все получилось не так разнообразно, как хотелось бы. Все-таки тут вначале были такие разные разнообразные примеры. А дальше жизнь показывает, что все по принципу или один или много. Много в смысле бесконечно. Но вот я как раз об этом хочу поговорить подробно. Давайте вначале перечислим задачки. Первое. Хочется вычислять для любого однородного многообразия его степень транзитивности. Это числовой вариант. Второе. Хочется охарактеризовать не только квазиофинные, а все однородные аторические многообразия. Все-таки аторическое многообразие задается неким веером. И хочется как-то, глядя на веер, уметь говорить однородное аторическое многообразие, то есть действует на нем группа автоморфизмов транзитивно или неоднородно. Вот для квазиофинности очевидное необходимое условие гладкость является и достаточным для однородности. То есть для квазиофинных гладко тогда и только тогда, когда однородно. Ну, скажем, для полных это совершенно точно не так. Потому что полное аторическое многообразие, их очень много, а гладких из них очень много. А однородными будут только прямые произведения проективных пространств. Это хорошо известно. А вот в смешанных случаях, ну вот в моей работе доказано, что любое однородное квазипроективное. То есть все-таки заклад квазипроективных мы не выходим. Но охарактеризовать однородные, у меня есть некий гипотетический ответ, который я частично доказал, но полностью это все-таки открытый вопрос и пока неизвестно, как охарактеризовать однородные аторические многообразия. Ну и наконец третье – поискать другие классы однородных многообразий, которые не являются однородными пространствами. Все-таки вот вне аторического случая мы как-то пока не умеем гарантировать, что группа автоморфизмов действует транзитивно, а конечномерные группы так делают не умеют. И вот про нашу работу, которую мы сейчас сделаем с Юлией Зайцевым и Кириллом Шахматовым, я хочу сказать несколько слов и потом сформулировать общую гипотезу. Пускай у меня х неприводимое однородное многообразие, как всегда считаем поле алгебраически замкнутые нулевые характеристики. С кривыми совсем легко разобраться, я про это говорить не хочу, поэтому всюду далее я считаю, что многообразие имеет разменность больше или равно 2. И вот несколько фактов. Первый факт. Если на многообразии, неважно на каком, квазиофинном, не квазиофинном, если на нем есть регулярная обратимая функция, то на нем степень транзитивности только единица. Двойке быть не может. Но это не совсем очевидное утверждение, но его можно доказать. Более очевидное утверждение, что если х не квазиофинный, а я надеюсь, хотя не могу найти точную ссылку, что это равносильно тому, что регулярные функции на нем не разделяют точку. И если на нем все-таки есть непостоянная регулярная функция, то тогда его степень транзитивности тоже равна единице. И эти наблюдения, давайте применим все-таки к однородным пространствам линейных групп. Вот я беру связанную линейную гибридическую группу Ж, беру в ней вот что-то типа такой полупростой части, пересечение ядер ее характера. Но это, конечно, не полупростая часть, потому что Ж не обязательно редуктивна. В этой ЖС и унипотентный радикал сидит тоже. Я рассмотрю следующий случай. Я беру вот если ЖС не действует на нем транзитивно, то это означает, что там все-таки есть регулярная обратимая функция. И тогда мы знаем, что степень транзитивности равна единице. Если ЖС действует транзитивно, и если х квазиофинно, тогда мы умеем доказать, что это многообразие гибкое в смысле нашей работы вот пяти авторов. И тогда в этом случае мы умеем доказать, что степень транзитивности бесконечности. А если х не квазиофинно и есть регулярные функции, ну тогда вот по этому наблюдению выше мы утверждали, что степень транзитивности тоже единичка. То есть с однородными пространствами почти разобрались. Степень транзитивности всегда либо один, либо бесконечность. Правда, еще остается случай, когда нет регулярных функций. Ну вот в случае, когда это полное многообразие, тут мы можем результаты гмопа привлечь и с этим случаем разобраться. Но бывают такие еще однородные пространства, которые не полны, но регулярных функций на них нет. То есть такие квазипроективные, непроективные, а регулярных функций нет. Это такой важный, загадочный класс однородных пространств. В таком случае группа H называется эпиморфной. Теоретически, как групповой критерий эпиморфности подгруппы остается открытой проблемой, но примеров очень много. И вот пока как-то нет идей, как до них посчитать степень транзитивности. Конечно, общее ощущение, что они должны недалеко уйти от проективных однородных пространств, что группы автоморфизмов тоже должны быть конечномерными. Пока не можем это так разобраться. И наконец, последний слайд. Собственно, гипотез. Если все-таки сосредоточиться на квазиафинном случае, вот x-квазиафинное однородное многообразие, всегда считаем, что размерность больше добавлено 2, всегда считаем, что регулярных обратимых функций нет, потому что если есть, то тогда все ясно. Степень транзитивности единицы. Так вот, для таких многообразий хотелось бы доказать, что степень транзитивности бесконечен. Вот для торических умеем это доказать, в предположении, что x-торическое. Вот у меня была работа в 2018 году, где условие было сильно слабее торичности, где предполагалось, что на x умеет хоть как-то действовать, хоть какая-то нетривиальная линейная алгебраическая группа. Или другими словами, что у нас есть либо нетождественное ЖА действие, либо нетождественное ЖМ. И если я заранее знаю, что степень транзитивности хотя бы 2, то тогда эта степень транзитивности равна бесконечности. То есть у нас вот есть некие подтверждения этой гипотезы. Похоже, что она должна быть правдой. Но доказывать мы это пока не умеем. И вообще, знаете, вот когда вот какая-то мука развивается, какие-то вещи там с помощью наработанной техники можно делать, а где-то вот мы упираемся в то, что вот мы совсем не умеем. И вот я просто вижу по работам других коллег, например, вот в работах конспектора Крафта, это в последние годы возникает постоянно. Вот мы упираемся в такой вопрос. А если на группе не умеют действовать алгебраические группы, на многообразии не умеют действовать алгебраические группы, означает ли это, что у него бедная группа автоморфизма? Ну, например, дискретно. И это непонятно. Вот конкретный вопрос. Если на многообразии, например, на квазиафинном, не умеют действовать группы ЖА или ЖН, может ли это такое многообразие быть однородным относительно группы автоморфизма? А вот у него много автоморфизма, можно любую точку в любую, но это достигается не алгебраическими подводами. Ну, вот это, видимо, вопрос, для которого нет сейчас техники, на которую можно было бы отвечать. Но, тем не менее, этот вопрос не кажется безнадежным, поэтому это вот то, над чем лично мне хотелось бы подумать и над то, над чем мы думаем с коллегами. Все, спасибо большое за внимание. Спасибо. Пожалуйста, есть ли какие-нибудь вопросы у слушателей или, может, комментарии к первому выступлению? Можно я спрашиваю? Вы упомянули в связи с проективной прямой двойной отношения. Вообще нельзя как-то это переформулировать в терминах теорийно-вариантов действий на степенях х. Понимаете, тут есть два вопроса. Можно интересоваться вопросом вот такой настоящей транзитивности, когда любая точка в любую точку. А можно интересоваться вопросом такой типичной транзитивности, когда есть какое-то открытое подмножество, на котором та или иная транзитивность. Вот второй вопрос. Он в точке зрения декартовых произведений естественно смутился. А в первом случае, ну да, его можно переформулировать в терминах декартовых степеней. Действие должно быть транзитивно на этих декартовых степенях, если выбросить все диагонали. Но это как-то делу не очень помогает. Это более вот такое тонкое следствие. Лучше смотреть на саму многообразие. А все-таки вот когда нет алгебрических групп, чего можно ожидать? Какие-нибудь там алгебры, как цемут, где могут действовать или что там может действовать? Не знаю. Вот в том-то и дело. Конечно, когда я говорю алгебрические группы, я, конечно, имею в виду связанные. Могут действовать какие-то дискретные группы, вот что-то такое. Но такие группы едва ли могут действовать транзитивно. Но при этом нет никакой теоремы, что если у вас есть какое-то такое непрерывное семейство автоморфизмов, то оно вот обязано образовывать алгебраическую конечномерную парку. Вот как-то нет. Оно даже не обязано сидеть в такой алгебраической группе. То есть вообще группа автоморфизмов, вот там, допустим, афинного многообразия, она такая проалгебраическая группа, она является прямым пределом только не алгебраических групп, а таких вот алгебраических подмногообразий, растущей размерности, прямым пределом непрерывных семейств. Но, как я понимаю, проблема в том, что вот любое такое конечномерное непрерывное семейство, объединением которых является вся группа, ну там ее связанные компоненты единицы, нельзя запихнуть в конечномерную алгебраическую группу. То есть там все время размерности начинают расти. Правильно, да? Да. И, конечно, нетрудно взять какое-то многообразие и построить на нем такой автоморфизм, который не лежит ни в какой алгебраической подгруппе. Потому что условия принадлежности какой-то алгебраической подгруппе это некое условие там локальной конечности для действия в тех или иных функциях. Но как строятся такие примеры? Возьмем одну алгебраическую группу действующую, возьмем другую, начнем из них перемножать по-разному элементы и получим вот такой плохой элемент. А чтобы никакие алгебраические группы не умели действовать, ну вот так не получилось. В случае я не знаю. Спасибо. Еще какие-нибудь вопросы или комментарии? А вот у меня вопрос. Вот проторический случай там как-то вот он более-менее исследован, а там сферический случай привлекал внимание исследователей? Активно привлекает внимание исследователей. Потому что нет, как мы воюем в историческом случае. Вот у нас есть тор, который действует с открытой орбитой, но на торическом многообразии он, конечно, действует, как правило, нетранзитивно, но кроме единственного случая, когда многообразие сам тор. И нам хочется вот выходить на какие-то точки, там, Т-орбиты в неоткрытой орбиты. И для этого мы привлекаем вот эти же А-подгруппы корневые, которые соответствуют корням генозеи. Ну и, собственно, вот сейчас с Романом Авдеевым мы реализуем проект, вот строим такие же корневые подгруппы, только на сферических многообразиях. Но вот именно вопрос о степени транзитивности, он уже как-то изучался? Ну нет, там пока эта теория вот этих корневых же А-подгрупп, она на начальной стадии, она пока еще. А тут Роман делал доклад относительно недавно. Не дает. Так что мы про это знаем. Спасибо. Есть ли еще какие-нибудь вопросы или комментарии? На самом деле у меня вопрос на эту же тему, точняющую. А для сферических случаев, гипотетических, есть ли там какие-то разумные гипотезы? В сферическом случае. Ну, вот наша гипотеза, которая, я надеюсь, разумная, ей все равно, аторическая, сферическая. Да, да, да. Вот ее можно пытаться доказывать для сферических. Для полных это все, говорю, неинтересно. Для полных это все однородное пространство, для которых это ощущается. Ну да, вот можно пытаться эту гипотезу доказать для сферического, но пока... Это тоже трудный вопрос, да? Да. И есть надежда, что в этом случае он будет разрешен. Надежда умирает последний, поэтому будем надеяться, что получится. Хорошо. Так, есть еще какие-нибудь добавления у кого-нибудь? Так, давайте поблагодарим Ивана. И...